Сегодня 8 октября день гражданской авиации Якутии. В прошлом году отрасль отпраздновала 90-летие. В 1925 году в Якутске поднялся в небо самолет СОПВИЧ. Взлетев с пристани Даркалаху, он приземлился на зеленом лугу. И спустя почти целый век над Якутией летают российские и импортные воздушные суда. Расстояние полетов составляют тысячи километров. В республике базируется авиакомпания Якутии, одна из крупнейших на Дальнем Востоке. О будущем якутской авиации, конечно же, о самолетах расскажет наш корреспондент Александр Лысак. С начала этого года Валерий Кузьмин и Роман Дмитриев не раз летали над Якутией. Именно в честь первого летчика из Якутов и олимпийского чемпиона по вольной борьбе были названы самолеты марки Сухой Суперджет-100 авиакомпании Якутия. Есть воздушное судно с символикой международных игр Дети Азии. Высока вероятность, что в следующем году количество именных Суперджетов вырастет. Авиаперевозчик планирует приобрести еще четыре самолета данной модели. Возьмут их в рублевый лизинг, а не валютный, как было раньше. Эксплуатация этого самолета перекрываем такие расстояния, как полеты до Иркутска, Хабаровска, с Хабаровска на Магадан, Анадырь и так далее. То есть всю Восточную Сибирь и Дальний Восток. Сухой это российский ближнемагистральный самолет. Первый полет был выполнен в 2008 году. На сегодняшний день произведено 108 единиц. Суперджет обладает множеством преимуществ в своем классе, начиная с экономичности и дальности полетов, заканчивая комфортом. Чтобы рентабельность, доходность какая-то была, загрузка должна быть не менее 70-80%. По загрузке пассажирских кресел, я считаю, что это самый оптимальный вариант самолета. Летают и ветераны. Шесть самолетов Ан-24 по-прежнему бороздят в просторе Якутии. Эта модель наиболее неприхотлива в работе, уходе и ремонте. Авиаторы любят повторять, что старых самолетов не бывает. Ан-24 не выпускается с 1979 года, но его продолжают обновлять. Покупаются запчасти, недостающие детали. В авиакомпании Якутия получили продление на Ан-24 до 80 тысяч летных часов. То есть еще 10 лет он полетает. Сожалеют авиаторы Якутии то, что нет на данный момент достойной замены самолету Ан-24, который обладал бы точно такими же летно-техническими характеристиками, посадочными характеристиками, простотой обслуживания. Рано или поздно, но Ан-24 заменят. Это факт, который никто не отрицает. И перед авиакомпанией Якутия стояла задача найти наиболее подходящий для наших условий самолет. Искать пришлось за океаном, точнее в Канаде. Сменщик Ан-24 бомбардей Q300. Он способен выдерживать температуру до минус 54 градусов и находиться круглосуточно на уличной стоянке. Идеально для Якутии. Канадский самолет заметно длиннее российского. 24 метра против 25,7. Однако более внушительной выглядит разница в расходе топлива. Q300 требуется на 40% меньше керосина, чем Ан-24. Это и является одним из главных преимуществ канадца. Самолет более комфортный в сравнении с российским аналогом. Больше электроники и, соответственно, больше требований по эксплуатации. Формы, так называют технические осмотры самолетов, проводят гораздо чаще. Есть, конечно, много форм. L-Check он раз в 12 дней. A-Check раз в месяц примерно. Есть еще большая форма C-Check. Она раз в 5 лет. Там полностью разбирается салон. Полностью, практически весь самолет разбирается. Есть планы в авиакомпании по приобретению новых моделей самолетов. В этот список входит и российский МС-21. Его презентация состоялась в июне этого года в Иркутске. Разработкой занимаются опытно-конструкторское бюро имени Яковлева и корпорация Иркут. Самолет состоит из запчастей только отечественного производства. Он предназначен для полетов на средние расстояния, например, из Якутска в Новосибирск. Конкуренцию он должен составить Airbus и Boeing. Государства, у которых развито авиастроение, их очень немного. Это, что называется, высшая лига. И мы ни в коем случае не должны из этой высшей лиги исчезнуть. Поэтому мы работаем на перспективу. Серийное производство МС-21 начнется в 2017 году, однако уже подписано более 150 контрактов на его поставку. Якутии в этом списке нет, но жители республики будут летать на этом самолете. Это 2021, 2022, 2023 года. Но он однозначно появится. Я думаю, что точно так же, как авиакомпания Якутия вписывала свои страницы в историю освоения сухого суббюджета, точно так же мы будем осваивать этот самолет. А вот поступит российский самолет уже в новый республиканский авиахолдинг. Два крупнейших региональных перевозчика, Якутия и полярные авиалинии, станут единым целым. Идея обсуждалась с 2010-го. В этом году был подписан соответствующий указ главы Якутии Егора Борисова. В недавнем интервью агентству Интерфакс он даже назвал примерный срок завершения слияния. Процесс создания холдинга идет, но в этом вопросе торопиться не стоит. Компании надо объединить таким образом, чтобы это не имело для них пагубных последствий. Поэтому план предусматривает сохранение самостоятельности хозяйствующих субъектов. Думаю, что в течение 2017 года слияние будет завершено. Завершены необходимые процедуры для объединения. В том числе авиакомпании Якутия получено разрешение от антимонопольной службы. Отметим, что акции полярных авиалиний передадут Якутии. Перевозчики продолжат работать под собственными названиями. Создание холдинга отразится на стоимости авиабилетов. Конечно, не в два раза, но цены снизят. Кого не должны коснуться изменения, так это летного состава. По нашим расчетам, которые мы делали на сегодня при объединении, мы считаем, что у нас особого сокращения летного состава не произойдет. То есть, в любом случае, летный состав востребован. Особенностью авиакомпании Якутия в сравнении с другими региональными перевозчиками является магистральность полетов. Республиканские авиаторы не ограничиваются только своим субъектом. Полеты до Москвы, Хабаровска и Новосибирска, а также Японии и Китая это подтверждают. Планов по развитию Якутии множество. К 2022 году маршрутная сеть увеличится до 88 пунктов. 42 города России и 11 стран мира. Есть критика очень большая, но я считаю, что эта критика как дополнительное требование со стороны жителей республики к авиакомпании, чтобы она стала лучше, она стала еще ближе к каждому жителю республики и могла довести как можно дальше. Наверное, это правильно. Александр Лысак, Василий Соловьев и Владимир...